МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале короткого. Хотели угодить наркоманам, а угодили в отдел полиции. Преступная группировка, занимающаяся сбытом героина, задержана в Дербенте. Гончарное искусство из поколения в поколение. В Махачкале проходят занятия по приобщению детей к декоративно-прикладному искусству Дагестана. Четыре золотые медали. С таким багажом на родину из Польши вернулись триумфаторы чемпионата Европы по вольной борьбе. Преступная группировка, занимающаяся сбытом героина, задержана в Дербенте. В ходе расследования полицейские установили, что задержанные вместе с тремя местными жителями в течение последних месяцев сбыли около 20-ти разовых доз героина. Их стоимость оценили в 45 тысяч рублей. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, героин изъят. По признакам состава преступления возбуждены уголовные дела. Председатель правительства Дагестана Абдупатах Амирханов в рамках рабочей поездки посетил Шаймильский район. Премьер-министр осмотрел ряд социально значимых объектов в селах Хибда, Гулотль и Ругельда. В селе Хибда делегация осмотрела место обрушения моста Гуор-Кахиб. Инцидент произошел 16 марта. Тогда было приостановлено дорожное сообщение для жителей трех сел. Затем премьер-министр посетил районную поликлинику, местную школу и детский сад, где пообщался с педагогами и медиками. По итогам поездки Абдулпатах Амирханов поручил Минэкономразвития и Миноборнауки Дагестана проработать вопрос финансовой поддержки Галаклинской школы и строительства нового моста в муниципалитете. Дагестан занял 60-е место в рейтинге регионов по качеству жизни населения. Рейтинг составил РБК. Новая версия анализа также учитывала влияние пандемии. Позиции в рейтинге на фоне эпидемии коронавируса снизились у 27 регионов, среди них и Дагестан. Республика опустилась на четыре строчки. Дагестан набрал высшие оценки по климатическим условиям и отсутствию долгов за кредиты у населения. Плохая ситуация в республике с доступностью жилья, фондами, соцсферы, депозитами на душу населения и индексом белых доходов. Ситуация неудовлетворительная по обеспеченности медиками и педагогическим составом. В Дагестан вернулась участница всероссийского конкурса «Учитель» будущего Этара Мирзаханова. Победительницу в Махачкалинском аэропорту встретили в РИО министр образования и науки Дагестана Яхья Абучаев, заместитель министра по делам молодежи Патима Тамарова, в РИО ректора ДГПУ Нариман Асваров, родные и близкие студентки. Напомню, во всероссийском конкурсе состязались 12 тысяч студентов, которые должны были в течение трех часов создать проекты и презентовать их. Наша землячка стала одной из 32 победителей. Яхья Абучаев поздравил Этару Мирзаханову с победой и отметил, что для республики крайне важно, чтобы среди учителей были люди, которые обладают уникальными знаниями, подтвержденными на федеральном уровне. Для учителя и для студента, который Этара еще на сегодня является студенткой четвертого курса, это показатель их компетенции, независимая оценка их компетенции, скажем так. А для республики крайне важно, чтобы у нас среди учительского сообщества, среди сообщества педагогов появлялись люди, которые обладают такими действительно уникальными знаниями. Мне было очень приятно находиться в такой атмосфере и такая, наверное, легкая уверенность по этому... Для вас нужна была не победа, а само участие? Наверное, скорее всего, анализ всего, что происходило на конкурсе, уже как бы утвердить для себя, что я на самом деле себя хорошо показала, в первую очередь для меня важнее. В Центре народных художественных промыслов проходят занятия по приобщению детей к декоративно-прикладному искусству Дагестана. С балхарской художественной керамикой детей и взрослых знакомит мастер, которая у гончарного круга провела более 20 лет. Как создается затейливо расписанная посуда из самобытной фигурки из глины и удается ли миллениалам сохранять древние традиции лепки, узнавала наша съемочная группа. Нам нужна глина, ставим на гончарный круг, нам нужен войлок, полоска войлока, вода, деревянный ножик, потому что железные мы же детям не берем, и зола нам нужна. Из всего этого можем сделать тарелочку. Начнем? Осияд Мирзаева может делать из глины многое – кувшины, кружки, расписные сосуды, сувенирные колокольчики, детские свистульки, фигурки людей и домашних животных. Мастерица работает по старинке, до сих пор используя технологию предков, или, как она говорит, чисто болхарские фишки – мокрый войлок, золу и неэлектрический гончарный круг. На гончарном круге делаем мокрым войлоком ровный круг. Это обязательно надо, чтобы в центре был ровный круг, чтобы правильно делать изделие. Золу кидаем для того, чтобы легче было поднять изделие, тарелочку, вазу с круга. Сейчас современные используют просто ниточкой, снимают в золу, не кидают, а мы хотим сохранить именно, как в золу кидали, как поднимали. Вот это все мы хотим, чтобы это все сохранилось, как в старину мы делали. Уникальность нашей болхарской лепки, потому что это как в старину лепили, то же самое. Мы все это сохранили. Единственное, чуть-чуть гончарный круг усовершенствовали, чтобы нам легче было его крутить. А так у нас лепят методом наращивания жгута. Делают глиняные колбаски и делают методом наращивания жгута. Мы сразу знаем, что мы лепим, какого размера мы делаем. А сейчас же электрические гончарные круги, на них лепят совсем по-другому. Это другая техника. На них методом вытягивания. Там нужна большая сила. И детям чуть-чуть трудно бывает на электрических кругах лепить. К слову, в Балхарии есть легенда, что гончарное искусство открыл населению один бедняк, который увидел на берегу водоема ребятишек, лепивших что-то из глины, и решил последовать их примеру. А Сиаджи старается передать ремесло молодому поколению, чтобы лепка из глины продолжала жить и в век гаджетов, и компьютерных игр. Среди моих учеников вообще возрастные ограничения с трех лет можно, но в три года мало что получается. У меня пятилетние, шестилетние есть дети, которые постоянно ходят. Есть взрослая девушка-дизайнер, которая уже приходит, и мы вместе с ней что-нибудь интересное придумаем, не только балхарскую керамику. А так, разовые мастер-классы очень многие посещают, это очень востребовано. Даже у меня времени не бывает принимать, потому что очень многие хотят попробовать эту лепку. Тем более, как в старину лепили, в старинный гончарный круг, инструменты, и все это я привезла в селение. В усидчивости взрослым не уступают семилетняя Ася и пятилетняя Али Ахмедовы. Ребят привела на лепку мама, она узнала, что это хорошо помогает в развитии мелкой моторики. И вот уже почти полгода брат и сестра не пропускают занятия, каждый раз стараясь постигать все более сложные композиции. Я умею лепить вазочки, тарелочки. В следующий раз я леплю ослика. Я умею делать тарелочки, но я хочу делать тарелочков. Асият одновременно обучает до пяти учеников. Студия тесная и заветная мечта мастерицы – расширить ее, чтобы места хватило 20 ребятам. А еще мастерская нуждается в печах для обжига, чтобы больше не приходилось обжигать готовые изделия платно у другого мастера. Асият очень надеется на спонсорскую помощь или на человека, который помог бы получить грант для сохранения болхарской лепки. Лариана Шемхалаева, Салман Гетихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан в пятерке самых активных регионов страны по участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде юных предпринимателей. Более 8 тысяч учеников дагестанских школ уже приняли участие в первую неделю Олимпиады по финансовой грамотности. Надо отметить, что свои знания могут проверить школьники до 9 класса. Республика стабильно остается в топе регионов по вовлеченности в проекты Банка России. Главная задача этого мероприятия – познакомить детей с основами финансовой грамотности. Начало основного тура соревнований пройдет 27 апреля. Муфти Дагестана встретился с сотрудниками газеты «Ас-Салам». Шейх Ахмад Афанди подчеркнул, что основная цель распространения просветительской газеты является улучшение нравственных качеств человека. Издание выходит на 30 языках, и тираж его составляет порядка 170 тысяч экземпляров. Наряду с печатной версией газеты функционирует электронная, которая позволяет существенно расширить аудиторию. Активная работа ведется и в социальных сетях. Запущено новое мобильное приложение. Особое внимание, по словам главного редактора Наиры Махмудовой, уделяется обратной связи с людьми, проживающими в регионах России. Муфти Республики выразил благодарность всем сотрудникам «Ас-Салам» и отметил, что в работе важно придерживаться двух принципов – доверия и уважения. В завершение встречи Муфти Региона вручил редакционному составу газеты благодарственные письма и памятные подарки. Откровенно могу сказать, что счастливые люди вы. И то, что здесь сказали, что газета так распространяется моим барракатом, я бы так не сказал. Я бы сказал, что газета распространяется вашим барракатом. Дагестанский композитор Заур Джанаев отличился на Международном фестивале искусств в Париже. Он стал обладателем Гран-при в номинации «Оркестровое сочинение». Конкурс был организован Европейской ассоциацией культуры. Фестиваль получил статус мирового проекта с участниками со всех континентов. Четыре золотые медали. С таким багажом на родину из Польши вернулись триумфаторы чемпионата Европы по вольной борьбе. В аэропорту Махачкалы спортсмены встречали их болельщики. Это родственники, друзья и представители регионального Минспорта. Подробнее расскажет мой коллега Курман Рагимов. Самые близкие и самые преданные. Около двухсот болельщиков приветствовали чемпионов Европы в Махачкалинском аэропорту. В руках транспаранты, на лицах радость и гордость за земляков. В Варшаву Дагестан делегировал пятерых спортсменов. Золотом вернулись четверо. «Ты знаешь, что родные и близкие, дорогие люди тебя ждут искренне, которые до тебя болели. И ты думаешь, наверное, это стоит вам, вот этот труд, вот это все, чтобы радовать вас. Это такое приятное чувство. Поэтому благодаря вам вы нас мотивируете, вы нас толкаете на это. Да, Бог вам всем здоровья, терпения. Всем нам успехов. Спасибо. Абазгаджи, Магомедов, Загир Шахеев, Алихан Жабраилов и Магомед Курбанов. Все они впервые сумели взобраться на первую ступень пьедестала чемпионата Европы. Эта победа – результат слаженной командной работы, говорит министр спорта Сажид Сажидов. Он также приехал разделить радость успеха с триумфаторами. Наш золотой фонд именно спортсменов, победителей растет. Это значит, мы на правильном пути. Ту работу, которую делает министерство спорта, ту работу, которую делают специалисты, значит, дает свои плоды. Естественно, не будем останавливаться, будем продолжать тот путь и во имя нашей республики, и нашей страны. В ближайших планах у борцов заслуженный отдых, но почивать на лаврах они не намерены. Через месяц некоторые из них планируют выступить на гран-при Ивана Ярыгина в Красноярске. Гурбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Боксер Муслим Гаджи Магомедов выиграл золото на международном турнире Кубок губернатора Санкт-Петербурга. Соревнования в северной столице страны завершились накануне. В финале категории до 91 килограмма чемпион Европы и мира встретился с белорусским спортсменом Владиславом Смегляковым. Бой продлился все отведенное для него время, но по ходу поединка Гаджи Магомедову дважды удалось отправить соперника в нокдаун. В итоге судьи единогласно признали его победителем. Напомним, что в турнире участвовали ведущие боксеры из более чем 15 стран мира. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи.